исторический момент можно сказать авиадук открыли через тольятти охренеть ну и чё ты залез понял у него чего хотел сделать поселок обогнал меня что передо мной залезть вот она виадук все погибает вот он железнодорожный под которым проезжали короче и хрен что заснял только сейчас обнаружил что у меня флешка нихера не писала разгружался вот скинели здесь перекрестки все что по дороге было все пропало зато на компьютере конечно надо смотреть там что пропало что не пропало сейчас еду в самару в икею заскочу кое-что домой покупать и и и и и и на ульяновск с ульяновска буду грузится на литинском да ульяновска пустой пойду вот подзатарился в икее теперь надо все в кабину теперь надо все в кабину уместить тут все добро надо в кабину уместить час и все и едем вот идет у нас ночная загрузка то есть бог расшторил утренний обход показал сальник короче потек она сальнику че надо колодки сводить сводить колодки чтобы не загореться по дороге в ту сторону я потягивал блин не мог чуть попозже когда колеса менял бы еще недельки две недельки через землю потек было бы нормально так придет сейчас опять колеса снимать эти колеса ставить в общем там у нас саранск там пенза стою кабину поднял еду начал цикать все больше и больше и больше результат заключается в том что вот она прокладка не знаю целая не целая короче болтик открутился почему-то или не закрутил ну вроде как бы закручивал короче сейчас надо опять коллектор отпускать все эту херню поправлять открываю ящик а еще дан кратить надо двигатель потому что к тому болту от как раз который открутился к нему хер подлезешь болт хорошо у меня запасной есть парочка штук у меня запасных есть ну чем приступаем пока подушку откручивать двигатель до кратить и потихонечку было уже занимал вот получилось короче такая канитель почему-то такая канитель получилось непонятно почему непонятно скорее всего просто надо было еще раз обжать его проехался насколько получается прошел вот старая железная есть буду железную ставить что делать что делать делать нечего конечно в идеале было бы две железных поставить но у меня одна замена прокладки завершена это короче место чаепития и кофе пить и пауза день сегодня какой-то ваще козлины автономка с утра отказал вот весь седачки эти на ней еще чтобы не зажал ее нигде трубку короче автономка отказала потом сальник потек потом прокладка зацокала еще одну херню покажу залезть так надо не знаю видно них и конечно видно чем просвечивается все барабана нету не барабана не колодок осталось только трещотка и вал все остальное куда-то улетучилась вот так все приступаю к ремонту все маслом засрала колеса снял уже по поводу пистолетов да еще петли отвалились на ячки сгнили по пистолету вкрашивали вот с его параметры такая фирма брал короткий что везде подлазить крутить ну под колес конечно помочь не чуть-чуть надо побольше это вообще самую малость может побольше надо и все хотя и он тоже с колесами справляется короче еще скрыть я показала сальники разобрал ну сальники нормальные были проблема у нас вот в этой херне короче здесь вот и выработка на ней и она крутится но здесь вот уже кто-то мазал что-то делал короче тут рука человека была и как бы она вообще легкую вот она встает ну и слазит соответственно ученым крутится поэтому и текет то есть это сальники поменяешь соберешь толку не будет надо вот эту хрень новую ставить на чулке ничего не выбило вроде сейчас тряпочкой проверим то есть на чулке главное что выработки не было если на чулке выработка то уже проблематично будет нет ну короче все вот эту хрень надо новую и собирать сейчас все равно все пока помыть сальники поменять потихонечку так 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 они сделал так что осталось не марафет наводить везде порядок все ремни решим ремни бачок расширительный хана пришел бачок поменять расширительный ну как бы и все буду кресту собираться потихонечку взял удочку новую поменять поменять на кулису расширитель поменял то что там очень хана ничего то масло тут мне не нравится вроде в антифризе нету масла но в расширителе бачке что-то масло те разная как быть и плавеньку ладно антифриз свежий залил такой дешевенький ну посмотрим себя поведет чаще кулис поменять трубку топливную поменять это на топлива от фильтра на топлив который идет так сейчас заезжаю кафе благодать называется понаставили машинки растаешь от благодать трасса тамбов пенза по прямой нас пенза позади тамбов заезжаю для того что открываю в общем новую рублику под названием проверка на совесть сейчас собственно для чего я заехал и все это показываю то что видите да тут как бы стояночка заправка по 37 рублей них он там светится вывеска 37 рублей потом заправимся 100 литров соляры зальем замерим ну и короче я в кафешку схожу потом дальше историю расскажу что у меня тут случилось почему я так решил все это сделать и рублику назвать проверка на совесть вот это короче есть не стал чё хрень полная вообще невозможно есть так собственно для чего это вам все показывал для того что сходил в кафешку кафешка честно кухня как было херня так и осталась херня я там как 2 не доел салат до салат грабовый нормальный был его салат съел борщ так себе картошка вообще можно за через силу и запихал себя и все еще тоже борщ холодный картошка холодным конструкцию чтобы замерить соляру такую немудреную конструкцию делаю то есть монтажку к монтажечке палочку еще примотаю на изоленту прям получилась такая конструкция зачем палку к наташке примотал чтобы когда в бак его отпускал удар но было слышно вам для этого сейчас иду замеряю рулеткой сколько у меня в баке потом покупаю 100 литров соляры на счетчике ну все там на счетчике все на камеру буду снимать просто кафешки как бы народ там туда-сюда как блин сейчас идем ну поняли да бак замеряю 100 литров покупаю замеряю так верим что у нас баки вот конец что видели все равно мы будем по монтажке мерить все равно уперся достаем так рулетку не взял получается у нас ну 19 сантиметров ровно ровно 19 сантиметров сейчас заливаю 100 литров опять вот еще раз чтоб честно было то что все свежее а то скажет там резать не замерил 19 сантиметров сейчас 100 литров заливаем замеряем 100 литров вот моргает то что 100 литров все еще убираем замеряем так слышали все на коснулась что то что то собака не зацепит так ну где-то 29 ну грубо говоря 29 с половиной максимум получается 10 с половиной сантиметров то есть 10 с половиной сантиметров 100 литров 10 половиной сантиметров сейчас на другой заправки заправится пояснить короче из-за чего все это получилось то что эту кафешку выбрал однажды я вот тут вот ночевал короче вот здесь вот стоял будет вот на этом пятачке может поближе туда ну или примерно где-то здесь вот она стоял когда сама получается я стоял здесь полностью территория все огорожено и стоял на обочине не где-то то прям можно сказать на обочине стоял короче ко мне охранник где-то в пять утра приходит хотел бабла с меня стрясти за стоянку мы с ним поцапались по этому поводу вот заключение в общем что у нас кафешка кафешка кухня херня полная сейчас замеряем что у нас там ну грубо говоря где-то ну 10 с половиной сантиметров остаток сейчас за все пошел процесс заправки заливаем часовку замеряем сейчас шланг далеко не убираем а сейчас еще заливаться так было на 10 с половиной добыла сейчас то есть почти 22 22 почти короче два сантиметра не дали то было что надо посчитать сколько все получил раз где-то полтора сантиметра не долил 10 с половиной сантиметров было залито на то это по максимуме ну ну хрен символ 10 половиной сантиметров 100 литров получается 12 сантиметров вот тут примерно примерно высчитал что у меня получается где-то 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 ну литров наверно под 12 у меня не долил где-то вот так вот просто я почему эту заправку прошлый раз его не управлялся я литров 300 заправлял у него за 100 литров конечно там чё это эти 12 литров ты не почуешь получается 300 литров он меня не долил 36 литров да как бы я тогда ощутил и расход 36 литров это 100 километров моих он спер и да еще по заправке получается по 37 я у него купил по 37 купил 90 литров да будем считать по 37 я у него купил за 3700 короче купил 90 литров добавляем до сотки допить мне надо заехать еще 10 литров купить плюс ну 470 рублей плюс плюсу и того получается я заправился по 4170 где-то я заправился получать чана русне заеду еще для полной уверенности то что 12 сантиметров должно быть 100 литров то есть 12 сантиметров что тут очередь такая лечо вроде нет замеряем чё там у нас осталось что у нас осталось что у нас осталось что у нас осталось замеряем 36,5 сантиметров Процесс идет, заправочки Монтажку другую взял побольше Короче, что не доставало Приближаемся к сотке Да, еще такой лайфхак Заправляться маленьким пистолетом Небольшим, кто будет заправляться Потому что большой пистолет тоже дурит А маленький подольше, но почетче Так, стоп Посмотрим, что у нас там наваляло Все, до упора, вот оно Монтажка Получается, вот, граем Ну, 47, ровно Ну, вот, выезжаю с заправки Ну, короче, 47 сантиметров получилось Ну, как ни крути По 12 сантиметров добавляю Ну, вот, я в Саранске на объездной Что-то Саньку позвонил Трупы не берет Ну, время рановато Время у нас, получается, полдвенадцатого Для него это рано Он, получается, он Сейчас, наверное, опять На 6-7 утра не спал Сейчас дрыхнет Так что На следующий раз Быстрее Мне тоже надо было, наверное, еще вчера Созвониться, договориться А то тоже так С бухты Бараха позвонил И вот чайники бесят Взяли на гору, посадили Он на газельке, чувак, не выдержал Обогнал Сплошная Скорость 80 Сейчас приливистая начнется Он поедет Обогнать не даст Сейчас приливистая началась Сейчас я его захочу обогнать Я тоже Я с двадцаткой Сейчас пока разгонюсь Пока Сейчас от него укройся Опять Сплошная начнется Вот ехал 80 Пошли все по-кормите, да? Вот он, пожалуйста Сейчас обогонять Буду посмотрим, что Будет выкрутить Сейчас Пошли Пошли Сейчас Пошли 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 Ну вроде ничего не стало Пошли 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 Лопастя, по-моему, да? Пошли На Витряные Эти Станции Пошли 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 М profitability Пошли Пошли Продолжение следует...